Ребята, всем привет! Не знаю, как у вас, а у меня подготовка к лету начинается обычно не с планирования путешествий, спорта и шашлыков, а с обновления косметички. Во-первых, потому что в теплое время года коже нужен особый уход. Во-вторых, потому что всем хочется встречать новый сезон самыми красивыми, а значит закупиться декоративкой. Лично я все из сферы бьюти беру обычно на мегамаркете, маркетплейсе, где можно выгодно взять миллионы товаров от ювелирки до одежды с бесплатной доставкой. А главное, с повышенным кэшбэком до 50% бонусами Сберспасиба, которые действуют до 31 мая на категорию товаров как раз из категории красота. Во время следующего шопинга эти бонусы можно будет потратить на покупки, покрыв до 99% от стоимости товара. Ну а с моим промокодом МЕГАУХОД у вас будет еще и скидка 500 рублей при первом заказе от 2500 рублей. Плюс каждую неделю на маркетплейсе новые акции и супер цены. Только имейте ввиду, что промокод МЕГАУХОД действует только до конца мая. Так что успевайте подготовиться к лету вместе с мегамаркетом и оформляйте заказы по ссылке в описании прямо сейчас. Ребята, всем привет! Наблюдаете вы большую редкость? Я с распущенными прямыми волосами. Вообще, с распущенными волосами, мне кажется, практически не хожу. Потому что зачем? С ребенком это жутко неудобно. А еще у меня новые реснички. А еще я жутко не выспалась. Как и ты, да? Хлопать дверью! Блин, сними свою х**у с дверей! Ничего не хлопало, обычно закрыло. Тут все можно просто запикать, пусть будет реальная жизнь. Мы приехали зачем-то от этих... Ну как его? Грибка, лесеня, не знаю, кто там у нас живет в гараже. Слишком иммунные, я считаю, для этих дел. Для этих заплесневелых дел. Слава договорился сегодня с рабочими. И те рабочие, которые нам что-то дома помогали. Ну не дома, в смысле, а по даче. Типа по участку. Там, знаете, ветки отпилить. Землю проколошматить, когда я была беременна. Вспахать, так сказать, разрыхлить. Что-то пересадить. Ну, кто смотрел мои влоги с дачи, то вы помните. И Слава с ними договорился. Они будут со второго этажа сегодня оттаскать мебель в гараж. И мы хотим купить что-то от лесеней. Ой, что-то от грибка. Типа белизны, наверное, какой-то надо. Ну даже не белизны. Короче, я в этом не сильно разбираюсь, но нам говорили. Так, все нам подсказали. Сейчас вот выбираем для бетона именно, кирпича. Покупка прошла успешно. Блин, заниматься дачей это отдельный вид. Дай, вольфе. У тебя нет расчески в машине. Когда мы заедем на кофе? Кофе будет ближе там, наверное. К деревне. К даче, точнее. Да, сам тут деревня. Называем нашу дачу деревней. А ты знаешь, в чем разница деревня и дача? В инфраструктуре? Или нет? Ребята, рассудите в комментариях. Что для тебя деревня, что дача? Ой. Помните вот влог предыдущий? Тоже с дачи, где я весь влог не накрашенная посмотрела. Я на него подумала, ну вообще... Не, ну типа норм, на самом деле, реально норм, не треш. Ну все равно, вот я смотрела, когда у меня еще качество такое, там 4К, знаете? Думаю, да, вот прям каждую пору видно, черную точечку, думаю, ну нахер. Там, наверное, холодно так в доме, да? А мы отопление выключили или нет? Ну ты когда там будешь заниматься тем, кто будет? Это понятно, но как всегда, у меня же нужно сначала прийти где-то час, просто потоптаться, чтобы включиться в работу. О чем будем болтать? О чем будем болтать? О наших отношениях. Что ты к нему так прижимаешься? Что ты по-моему? Я боюсь. Все это меня пугает. Я вообще... С появлением ребенка... Я вообще всего боюсь. У меня, мне кажется, всегда инстинкт самосохранения был довольно-таки сильно развит. Но когда рождается ребенок, это усиливается очень сильно. По разным причинам. Даже не то, что по разным причинам. Во-первых, ты очень сильно начинаешь переживать за своего ребенка. Знаете, я бывает... Вот просто, я думаю, многие меня поймут. Сейчас такая хочу сказать. Типа сижу, смотрю рилсы. Кто такой, у меня нет времени смотреть рилсы. Никто меня не поймет. Да нет. Сижу, я смотрю рилсы, например. И мне там бывает попадаются, помимо каких-то прикольчиков, классненьких и так далее, довольно-таки грустные какие-то вещи. Страшные бывают вещи. Там, не знаю, что детки болеют. Что просто как плохо люди живут. Как там ребенка забрали, от него родители отказались. Я бывает сижу, блях, муха со слезами на глазах, хотя все рилсы смотрю. Ну реально, с рождением ребенка, когда у тебя появляется малыш, конечно, ты не каждый день как бы, да, загоняешься. Но все равно бывает, переживаешь о чем-то. А вдруг, а не дай бог, как я боюсь. Еще больше боишься за свою жизнь тоже, потому что ты думаешь, не дай бог со мной что случится, а как же мой малыш там. Ну все равно это все такое прям. И я поэтому Славе постоянно говорю, чтобы он никогда ничего нигде не гонял и вообще прям максимально осторожен был. И очень часто я ему говорю именно про нютку, что ты должен следить за своей жизнью, за своим здоровьем. Ну потому что, знаете, бывает, что ради себя нам пофиг, хотя это неправильно, да? Но, грубо говоря, ради своего здоровья мы можем забить, долго не идти к врачу. Хотя знаем, что, например, надо бы сходить, да, анализы сдать. Но как бы ради себя думаешь, пофиг. Но когда у тебя есть ребенок, ты думаешь, я не могу так поступить со своим ребенком и не следить за собой, не следить за своим здоровьем. Говорю, у меня даже слива не занимается. Потому что, ну, как это сказать? Нельзя бросать малышей. Мой малыш. А ты что скажешь? Козел обгоняет всех на дороге. Заставляешь меня волноваться? Еще сон светит. У тебя текущих нет? У меня в машине расческа есть, очки есть. Водичка у тебя есть? Водички у тебя, небось, тоже нет. Закрытая? Вчера открыл. А, ну ладно. Только она ледяная. Я видела, кто-то писал в комментариях, типа, видно, что Юля такая вдохновленная, типа, огонь в ее глазах. Знаешь, я бывает, каждый день просыпаюсь, и несмотря на плохую бывает погоду, все равно довольно-таки в приподнятом таком настроении. Прям заряд энергии у меня есть, водрость, духа. С чем это связано? Как ты думаешь? Думаешь, я счастлива? Думаешь, у меня все хорошо? Ну, конечно, это-то не очень интересный собеседник. Ладно, ладно, подумаем еще, о чем бы попал. Ну, обсудим новости. Хейли Бибер и Джастин Бибер беременна. Джастин Бибер беременна. И, собственно говоря, я заняту очень рано. Я тут видела слухи. Никогда не верится в слухи, это все бронье. Никогда мы не узнаем, что на самом деле происходит у людей за закрытыми дверями. Как это, выставляли фотки, что Джастин Бибер там платье, что с его состоянием что-то там так, не так. Я думала, что они разводятся, если честно. Давай представим, что мы с тобой радио утреннее вещание. И нам нужно о чем-то говорить. У нас нет варианта молчать, иначе нас уволят, и наш ребенок останется без хиты. Мотивация, мотивация, девочки. И надо, причем, пи***ц, как бодро все это рассказывать. Эй, привет-привет! Всем доброе утро! Мне надо сначала... Как ваш день? Начало просто улет. Мне надо сначала кофейку попать. А-а-а... Ну все, ты уволен. Без кофейку надо работать в разных ситуациях. Смотри, мы можем заехать пораньше. Я вчера ночью лежала и сделала опять заказ. Выбирала всякие шмотки, да, эйчики. Много всего набрала. Даже не знаю, сколько тысяч мне насчитает Байер. Но я набирала не только Аня, я еще набирала вещей в подарок. Что-то мы давно на моей машине не катались. А зачем? У нас бедняжка стоит на одном месте. Пусть стоит. Тебе нормально, что она стоит? Да, мне нормально. Ребят, помните, я такой фанат астрологии. И наша астролог, например, она же предсказала, когда у меня будет ребенок, когда я выйду замуж. Все это сбылось. Она знала, что первая у меня должна родиться дочь. Я тоже об этом знала с ее слов. Так вот, и когда родилась Анютка, она мне, значит, сказала, когда у нас будет второй ребенок. Представляете? Можете посмотреть мой новый влог, который у меня вышел эксклюзивно на Рутиубе. И там мы с Кариной провели день вместе с нашими детьми. Как раз-таки обсуждали вот эту тему. Я еще у Карины спрашивала, обращалась ли она к кому-то. Так что, если вам интересно, послушайте вообще. И мне, кстати, будет интересно там на Рутиубе почитать в комментариях, обращались ли вы к астрологам. Типа, когда у вас будет ребенок, сколько детей будет, и совпала ли. Ну, короче, такая интересная тема. А вообще видос получился суперклассный, милый. Там наши детки взаимодействовали вместе, играли, и очень необычно за этим было наблюдать со стороны. Поговорили с Кариной про материнство, про бытовуху, житуху. Так что жду вас на Рутиубе. Смотрите по ссылочке в описании. Все оставила. И еще гляньте нарезку сделали. Там сейчас едет Карина с Монтиком в гости. Вот они наши пупси-каля-пупси. Когда я, бабушки, дедушки, все в одном пространстве, Монтику на меня все равно. Как изменились отношения с мужем после родов? У Анютки вот овощи, она на диете. Обращалась ли Карина Кострова, но знает ли, сколько у нее будет детей или не верит в это? Дети это такое. Сейчас он смеется, потом плачет. А как, да? Ой, извини. Как быстро растут эти дети. Да. Сила, нравишься? Нет, но... Я немножко устала. Я рада, что я знаю, когда будет второй ребенок у нас. Баня стоит сама. Бежали, ребята. Ты успеваешь вообще с ней готовить? Кто ты больше всего любишь с ней? Вот мои мосты. Обожаю смотреть за тем, как взрослеет ребенок. Меня мама два раза стригла на лосе. Ты будешь встречаться? Наслаждаться. Павлин! Так, зашла я почитать комментарии под влогом. Юля, я очень хочу поделиться разумным советом. Слушайте внимательно. Вы сейчас на пике популярности, на пике своих возможностей. Молодые и полные энергии зарабатываются. Самое время вкладывать деньги в недвижимость. которые можно сдавать в котлованного строя с наименьшими процентами. Сдавать потом в аренду. Ребенок вырастет. Будет его первая самостоятельная квартира. Или, по примеру вашего дедушки, покупать коммерческую недвижимость и зарабатывать. Сейчас вкладывать огромные деньги на реконструкцию дедушкиной дачи это закапывание денег в землю. Не знаю, что завтра будет, как сложится жизнь. И вам пассивный доход это всегда надежная подушка безопасности и капитал для детей. И на старости будете независимы от копеечной пенсии и помощи родных. Пока не поздно, не выбрасывайте деньги на дачу. Сядьте, обговорите. Это вы уже взрослые люди. Родители уже вложились в очень дорогую машину. Уже потеряли деньги, так как на ней уже не заработаешь в будущем. Вкладывайте в двухкомнатные квартиры, в коммерческую недвижку. Это ваши живые деньги каждый день. Нам эта красивая картинка для видео на даче до лампочки. Мы вас любим в любом интерьере. От души желаю вам пересмотреть свои финансовые риски. Обнимаю, берегите друг друга. И на этот комментарий пишут, старости может и не быть, а жить нужно сейчас. Вот такой вот классный комментарий оставили. Не просто там типа «Эй, откуда папки?» А что-то реально по делу. Как тебе такой совет? Что ты думаешь? Все грамотно сказала. Спасибо большое. Ценим. Это очень правильные слова. Очень. Все это прекрасно знаем. И поэтому И понимаем. Вкладываем в недвижку тоже. Вот. Мы, конечно же, прекрасно понимаем. И нам, конечно же, прекрасно хочется проживать старость. Собственно говоря. Вот. Поэтому мы не просто вкладываем деньги в дачу. Мы уже там что-то себе обеспечили, так скажем, на старость хорошую. Поэтому сейчас пришел момент дачи. Наконец-то. Я вот, кстати, каждый раз, когда меня приглашают на какие-то подкасты и спрашивают, например, что я вообще планирую делать в старости и вообще, если бы не блог. Ну, даже не то, что если бы не блог. Просто я помню, у меня дедушка даже говорил, типа, вот что ты будешь делать, если у тебя закончится все это блог. и... Ну, я, конечно, так думала, думала, типа, что-то там... Все равно я придумаю, что делать, да. Я вот тоже рассказывала на подкастах тоже ходила, рассказывала, что я много чего умею, я смогу найти, как заработать, если что. Но если говорить про недвижку, вот я всегда реально хожу на все подкасты, там интервью, не знаю, и когда возникают вопросы такие, куда вкладывать, как, чего, бизнес, бизнес-это класс, реально. И, конечно, у нас есть мечты сделать бизнес, вот, и дай бог, когда-нибудь мы к этому придем, и всем, кто мечтает тоже о бизнесе, вообще о том, чтобы свою жизнь как-то классно устроить, я вам очень этого желаю, искренне, потому что, ну, во-первых, я понимаю, насколько бывает нелегко к чему-то такому прийти, вот. Ну, во-вторых, просто это действительно круто, и если говорить по поводу, куда вкладывать, вот, я очень рада, что мы со Славой в этом похожи, и, наверное, мы бы раньше какие-то всякие бизнесы замутили, но я не знаю, конечно, посмотрим сейчас, как у нас дела пойдут, там, ближайшие пару лет, вот, потому что мы как раз очень бы хотели сейчас закончить со всеми ремонтами, стройками, и уже, наконец-таки, как-то переключиться в сторону бизнеса, потому что как раз-таки то, что мы не транслируем, это как раз все это время мы, можно сказать, занимались недвижкой, вот, и то, что мы сейчас показываем, это вот то, чем мы готовы делиться, у Славы есть квартира под сдачу, приснился сон, что я голая, я Славе рассказывала, он поржал, что я голая проводила трансляцию в ванной, вот, и я почему-то думала, что, типа, никто не видит, что потерял, я почему-то думала, что никто не смотрит эту трансляцию, просто проводила ее, конечно же, все увидели все, и потом мне в Директ присылали скринды для трансляции, ну, типа, там что-то мило. А у меня, кстати, была такая тема, не я проводил трансляцию, а я с девчонкой просто мутил, проводила трансляцию чисто для меня только. Ну, просто она включила трансляцию, но там только я был, ну, только, это такой, какой-то, только для меня, короче, секс Игоряча, да? Да? Не знаю. Что не знаю? Что она там делала? Если она просто сидела там болтала, то это просто трансляция, а если она там что-то делала, я там не только болтала. А, ну, все, тогда понятно. Я для тебя такого не делала, да? Если я выйду в трансляцию, там будешь не один. Там не оно не надо. Как это не надо? Не знаю, 90 километров пишет, а нам еще 30. Останется, сколько? Только, ушко любить мы учились. 60. И потом ты будешь ныть. Нельзя машине не одной минуты стоять, когда ты надо бензина. Блин, а Газпрома нету рядом. У нас будет по дороге на дачу. Забей, хрен. Можно вообще заехать потом уже, когда поедем обратно. Что с твоей машиной случится? Девочки, это просто кошелар. Сколько мы со Славой из машины, из-за машины, постоянно выясняем отношения. Это вообще, мне кажется, на первом месте у нас стоит, по выяснениям. Как-то, сколько у тебя там было бензина? 50? У тебя разве бензин? Ну, дизель, дизель. Короче, была у нас разборка. Типа, у него 50 осталось километров, и мы на дачу подъезжали как раз, вот к родителям. Он говорит, надо заправиться, надо заправиться. Я говорю, да что случится с твоей машиной? Ой, как опасно, да, стой. Давай долго стоять, как лохи. Пусть они все едут, я боюсь. Очень боюсь. Давайте сначала посмотрим, ну и тут опасный перекресток. Это же не перекресток, это просто опасный выезд. Боже, мне страшно. Ой, она тебя еще закрыла просмотр. Да, я вижу. Не вижу, почти. Теперь не сможем смотреть. Так вот, Слава мне сказал, что его машина, она не сможет стоять, ночь, всего 50 километров хода, понимаешь? Это очень нехорошо, не полезно. Ну и все, и мы поехали заправляться. Бред, конечно, я считаю. Вот что с машиной будет? Насмотришься всяких дебильных своих роликов? Про эти все машины, чем надо, чем не надо. Ничем не надо за такие бабки. Она сама должна ездить, заправляться. Эти доводчики такие дебильные. Дбись обменять. Я просто такая бываю нервная, замороченная. И я говорю, что у меня нет времени очень медленно прислонять дверь к машине. Мне нужно просто хлопнуть и побежать по своим делам. Потому что доводчики это для людей, у которых просто ты, блядь, плывешь по течению. И вообще у тебя полно свободного времени, как мне кажется. Потому что ну не понимаю, реально. Что-то жарко. Мне наверху жарко. На каком? Вот на этом. А внизу холодно ногам, как всегда. О чем я там говорила? Я тут все карты наши раскрыла. Какие? Все, что у нас есть, говорю. Трусы все свои наизнанку вывернула. Много лет выхранила молчание не делилось. Так вот, мне приснился сон, что значит. притормози, ты че, зай. Мне приснился сон, что все увидели все мои прелести. И кто-то написал, что там типа по соннику это значит типа поменьше пиздить. Ну нет, даже не совсем это. Во-первых, там было что-то о том, что кто-то из ваших близких, близкого окружения про вас что-то там сплетничает. Кто-то смотрит из тех, кто пиздет моей спиной. Я все знаю. Я знаю, кто ты. Что-то шоколад крестил. Что, типа вы слишком сильно открываетесь как будто бы слишком много рассказываете типа личного, что может быть не надо рассказывать. Не знаю, а может просто фетиш у меня такой на всеобщее обозритесь. прелести вывалить. Вот мне это и пояснилось. Да не, на самом деле трэш. Это был самый страшный сон в моей жизни. Меня не так пугают какие-то, не знаю, ужастики, что я куда-то падаю в пропасть, как вот реально что-то вот такое, что не отмотаешь назад. Ну типа как будто бы это могло бы быть знаете, в реале жизни. Потому что у меня... С другой стороны, есть ли смысл переживать о том, что о тебе подумают люди, которых ты не знаешь и для которых тебе дела нет? Есть ли смысл? Ну, помнишь, когда взломали мой телеграмм, я Славе говорила, что у меня там где-то есть фотки такие, которые, ну, как бы для личного просмотра, а какие-то вообще просто взрыв мозга. Это не то, что там, знаете, какие-то сексуального характера, там, что-то такое. Характера, как бы я рожаю, понимаешь, вот такого, например. И я помню, что, ну, как бы у меня было такое состояние, что мне нельзя было сильно нервничать, потому что Анютка только недавно родилась, и я очень переживала, что если я буду сильно переживать, я могу потерять молоко. И я подумала, что похер, как будет, так будет. Вот реально просто отпустила. И я уже приняла ситуацию, что если вдруг что-то там всплывет, где я там какая-то такая-секая, голая, не голая, ну, то есть какой-то, знаете, я подумала, ну, значит, я буду какой-нибудь трэш-блогершей, похер, значит, похер, типа, буду, значит, сливы у меня. Вот, и я просто смирилась с этим, и все. Но, типа, в прямом эфире засветить свою пилотку, так скажем, не хотелось бы, не хотелось бы. Хотя, я там, не знаю, помню, Айзе, да, или что-то такое было. Да, не только у Айзе, Ким Кардашьян, вообще жестко, наверное, так, сначала снимаешься в порнухе, потом детей рожаешь, и вроде как, хочешь... Нормально, слушай, это же, это шоу, поэтому, чем больше эффектив... чем, короче, галее будешь, больше рассказывать всякое говно, тем эффективнее будет работа. Вот, да, есть в этом смысл, конечно. Но я такое не очень люблю. Хотя, сама бывает, рассказываю то, что реально, ну, не надо всем рассказывать, вообще не надо никому ничего знать. Но, с другой стороны, тоже, знаете, чё нет там? Просто насмотришься на всяких этих, блин, я не знаю, блиновских, мне, кстати, жалко её даже в какой-то степени. Всё равно, типа, у неё жалеть. Ну вот, чё я не жалею, да, вот если говорить, почему я не жалею, потому что, ну, типа, честно, у меня в голове не укладывается, как женщине, у которой есть, блядь, четыре у неё ребёнка, по-моему, мне её, с одной стороны, жалко, а с другой стороны, вот как я говорю, когда у тебя появляются дети, инстинкт самосохранения, он же, блядь, должен быть, он должен усиливаться, и она, зная о том, что она там не платит налоги, туда-сюда, подходит под какие-то статьи, да, то есть, всё это как бы, ну, наказуемо, вот я, по сути, почему ещё думаю, ну, как бы, ладно, поделюсь, расскажу, я такие вещи, почему не люблю рассказывать, и вообще, в принципе, о том, что мы имеем, что мы покупаем, во что мы вкладываем, во что не вкладываем, конечно, мы, я давно уже эту тему продвигаю, как я раньше говорила, что, вот я не понимаю тиктокеров, которые там здесь и сейчас живут, покупают себе там, то-сё, пятое, десятое, при этом не имея ни квартиры, ничего вообще, ну, вот грубо говоря, да, даже, чтобы сдать потом, на что-то жить, где-то жить, потому что сегодня у тебя есть это, завтра нет, и я это говорила до тех пор, пока мы себе плюс-минус не обустроили жизнь так, чтобы можно было покупать дорогие машины, чтобы дошли руки до дорогого, крутого ремонта, там, не знаю, в квартире, на даче, то есть сначала всё равно идут какие-то более важные, что ли, моменты, которые хочется в жизни устроить, купить недвижимость, которую можно будет сдавать, лучше не одну, чтобы было спокойнее, то, что всегда можно продать, подушка безопасности, короче, ну, типа, правильный ход событий, как будто бы, да, сначала ты себе чуть-чуть жизнь обустраиваешь так, чтобы спокойнее жилось, и было, если что, что покушать, да, никто не знает, что будет завтра, а потом уже, если хочешь, тратить куда хочешь, вот у меня мечта, мы достроим дом на даче, не знаю, откроем бизнес какой-то, отойдём до этого, и потом, вот вроде как всё, да, всё сделано, на самом деле, такого, конечно, никогда не будет, потом надо будет опять где-то что-то ремонтировать, что-то где-то покупать, сдавать, и захочется всё больше, 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 аппетиты растут, а потом, блядь, блядовкой становимся, всё, мы узнали, как бы, как это всё произошло, да нет, на самом деле, реально, вот о чём я говорю, все наши дела, которые там мы имеем, квартиры, не квартиры, помещения и так далее, бизнес, не бизнесы, всё это у нас официально, бляха-муха, оформлено, все налоги официально, оплачиваются, как бы где-то что-то там, не думалось, типа, блин, большие суммы, реально, и вот я о чём говорю, почему я не понимаю, например, ту же Блиновскую, типа, бляха, у тебя есть дети, ты, мать, вот тебе самой не стрёмно, вот спать, просто, как ты можешь спокойно спать, когда ты знаешь, что ты что-то совершаешь, как бы, вне закона, что не сегодня, не завтра могут прийти, всё, твои дети, ну, будут вот сидеть там, не знаю, одни, без мамы, ну, это же вообще капец, это же нужно вот, я просто не понимаю, вот так вот смотришь иногда на всех этих богачей, думаю, блин, ну, это же надо вот, мозги иметь, чтобы такой вот бизнес замутить, реально, как тут у них склад ума, какой-то, вот, да, они это бизнес замутили, а чтобы вот потом по жопе не получить, что-то не продумали, и это меня реально удивляет, а тебе вообще не жалко, да, несмотря на то, что у неё дети, ты прям вообще жесткач, а что же жесткач, это жизнь, будут с бабушками, дедушками жить, воспитываться, пока она будет отсидевать свой срок, честно заработать, ну, хорошо, пусть у неё заберут всё, что у неё есть, и вернут к детям, она уже достаточно насиделась, насстрадалась, нет? Я тебе уверяю, там, ну, у детей всё хорошо будет, всё нормально будет, она будет... Но мамы-то нет у детей. Что, что нет мамы, есть мама, будет тебе хочется сходить к ней на свиданку. Ну, что ты, это же другое, как ты себе это представляешь? Это же ненормально. Бабушка, дедушка, пока моя мама училась, я жил с бабушкой, с дедушкой, и как бы нормально, да, я скучал по маме, но, в принципе, нормально можно, типа, так. Ну, сколько так жить? Ну, всё равно. Несмотря на сколько её посадят, вопрос. Ну, она же заслужила, чё пойдём? Ну, понятно, что она заслужила, как бы это не просто так. Чё ныть? Зачем сидеть ныть? Ну, мне кажется, она уже достаточно, да, посидела. пожалуйста, сжальтесь, отпустите меня домой. Я вообще вот этих инфи-цыган вообще не воспринимаю. Всё равно, я не согласна с тобой. А то, что они, ну, как бы получают по заслугам, это сто процентов, но всё равно, мне честно, ну, не знаю, напишите в комментариях, что думаете, но мне кажется, она достаточно там уже насиделась, настрадалась, просто пусть у неё реально, получается, у неё уже типа счета заблокированы, она не может оплатить все вот эти долги. То, что она там просто поступала неправильно, мне кажется, она уже посидела достаточно. Пусть у неё просто заберут за счёт долга имущества, машин, у неё уже так уже всё там подзабирали, она там продаёт, не знаю, что там. Пусть забирают всё, она пусть станет обычным бляха-муха-человеком, приземлится как-то. Ну, не знаю, короче. Ну, это что-то из мира фантастики. Но в моменте, когда вот так вот тоже смотришь за всей этой инстабогатой жизнью, крутыми путешествиями, да, наверное, на нас тоже так смотрят. Знаешь, вот я всегда всё равно думаю о том, что надо приземляться, нужно останавливаться и, во-первых, ценить то, что ты имеешь, знать цену того, что ты имеешь, потому что, вот я даже, блин, знаешь, смотрю на всяких вот ещё более, типа, богатых, потому что, ну, так-то мы сами тоже богатые, получается, нихрена себе. Да, просто мне всегда странно, знаете, думать, что мы богатые. Мне всегда кажется, что мы просто, ну, хорошо живём и нормально живём. А когда ты, ну, сравниваешь сравнение, конечно, ну, я смотрю там на тех же, не знаю, Блиновских там, Лерчика, хотя они вот там сейчас разводятся и дом свой продают, короче, тоже жопа какая-то. Ну, вот просто я сижу как вот просто зритель, да, и думаю, вот это типа богатые, нихера себе, там, каждый день могут себе брендовые сумки покупать, летать на частном самолёте, вот на это на всё смотришь, думаешь, вот это да, вот это да. И я просто к чему вообще клоню? Я тут наткнулась тоже на Рилс, по-моему. У меня прям на Рилс, что не влог, но я наткнулась на Рилс и оттуда что-то поняла. Всё равно, хоть я как будто бы сижу и трачу своё время на Рилсы, но, во-первых, что-то меня вдохновляет, что-то меня заставляет где-то о чём-то задуматься, доводит бывает до слёз, тоже, ну, такой себе, не знаю, хорошо ли я. Что-то поднимает настроение, что-то просто вот расслабить мозг реально. И там была такая фраза или цитата где-то, что, типа, твой минимум для кого-то максимум. Скажи мощно. А твой максимум — это для кого-то минимум. Это тоже, да, и в эту сторону тоже так работает, но я иногда думаю, что я зажралась, потому что аппетиты растут всегда. Это нормально, как бы, да, казалось бы, потому что чем лучше ты живёшь, тем ещё лучше тебе хочется жить. Думаешь, ну, у меня же есть возможности, надо там сделать то, сделать всё, поехать туда. Зачем ехать там вот в такой отель? Можно подороже взять отель. Да, ну, вот такое. Ну, вы же со мной, блядь, согласны? Так же у всех, а не так, что ты хорошо живёшь и думаешь, ну, ладно, поваляюсь в помойке, блядь, да? Я узнал, что люди, которые никуда не торопятся, дольше живут, зай, поэтому... Я поэтому желаю вам никуда не торопиться. Мы сегодня, кстати, из-за этого поругались с тобой. Я ему говорю, пусть работники попозже придут. Я никуда не торопился, я успевал. Ну, конечно, мы же их на час перенесли, а сейчас мы будем, вот мы сейчас приедем тогда, когда они должны придут. Придут. Про минимум и максимум. Минимум, на минимум максимум. Минимум, минимум мэн, минимум мэн, минимум мэн, да, как будто про это. Это 2000 глядь, какой привет, я помню, мне нравилась эта тема. Минимум и максимум. Что бы ты не имел, сколько бы ты не зарабатывал, самое главное, во-первых, всегда оставаться человеком и быть благодарным. Понятно, что как бы многого там мы своим трудом добиваемся, да, не всем там что-то с неба просто на голову падает. Может, кто-то думает, что мне так на голову все падает. Ну, может и падает, но, типа, я не виноват. Нет, извините, я все равно много лет работаю, блядь, 16 лет, я что только не делала и фотографировала в парке за полторы тысячи и за тысячу. Я реально шла к какой-то цели, я что-то делала, трудилась, я не сидела там в падике, не пила яшку какую-нибудь, поэтому... Я пил. Ну вот ты пила, а я не пила. Я не помню, кто пил яшку в падике. Я не пила. Вообще, время было замечательное. Мне нравилось то, чем я занималась в свое время. Фотографировала, изучала что-то новое и что-то, может, мне упало на голову, что-то, спасибо там, моим родителям, моим дедушкам. Ты вчера, чай пила из сервисного набора, который я выиграл на конкурсе в каком-то там 2009-ом, варкатом году. Я, кстати, поднималась на второй этаж, на даче и показала твою комнату с твоими наградами в этот блок. Кстати, ребят, никогда не показывала вам комнату на даче у Славы. Когда мы сюда приезжаем, мы здесь останавливаемся. Это прям чисто его комната. Тут все, ну даже не все его награды. Вот. Куча пластинок. Это, кстати, еще мой дедушка отдавал. Еще давно-давно. Прямо мы еще со Славой даже не поженились. Вот. куча наград. Какая тут у него красота. Ты представляешь? Вот это сервиз. А я я выигрывал я выигрывал айпод. Всякие там... Вы понимаете, какого мужика отхватило? У меня был у первого айпод вообще в школе. Один из первых в городе, блин. И когда с айподом этим ходил, все такие, ничего, ничего себе, ничего себе. Поэтому то время было вообще крутым. Столько всего происходило. А сейчас сколько происходит? А сейчас вообще жесть. О чем я говорила, молодай. Что время оно ну типа оно очень быстро летит? Нет, я говорила про то, что падает на голову, не падает. Что нужно быть благодарным. То, что ты работящая. Да не то, что я работящая, просто нужно быть благодарным за все то, что ты имеешь. За то, что тебе дали родители, за то, что тебе как кто-то скажет на голову просто свалилось. Повезло. За все это нужно быть благодарным За свой труд За свой труд тоже нужно быть благодарным Может, еще кофе возьмем? Хочешь? Да, хочу Мне в тот раз не хватило Слава со мной тут поругался, что мы опаздываем Он договорился с рабочими Такой, хочешь кофе? Да, хочешь, поехали Я просто очень люблю свою жену Мы тут так грызли с ним не на жизнь, а на жизнь просто Нормально, что это? Нормальное состояние? Да, надо было пар выпустить, а теперь мы друг друга снова любим Вот вам рецепт здоровых счастливых отношений Я вообще не понимаю людей, которые не ругаются Мы со Славой можем в один день так поругаться Что некоторые, наверное, бы вообще хлопнули бы дверью и ушли Но мы так не делаем Мы поругались, а потом такие типа хоп Ничего и не было Парочек такие, оба выпустили и все У меня аж усы вспотели Я буду то же самое Отличный получился кофе А, нет, я пойду с тобой Нам надо еды какую-то откупить У нас вообще ничего жрать нет Так вот, про максимум и максимум Ты все про это? Ну я не договорила, я какую-то мысль хотела сказать Что ваш, конечно, минимум для кого-то максимум Это понятно И, блин, это вот просто вот в таких мелочах, конечно, все заключается Типа, знаете, я думаю про свои мечты Вот у меня мечта сделать дорогой крутой ремонт Ну не дорогой крутой ремонт, просто хороший ремонт на даче Моя мечта Хорошо там жить, чтобы у меня была веранда Чтобы у меня там была классная терраска, на которой буду сидеть, кайфовать Ну, типа, мечта Понятно, я не хочу обесценивать свои мечты И говорить, что это, типа, вообще херня Потому что кто-то мечтает о том, чтобы у него просто, не знаю, была еда, был дом Ну я часто о таких вещах думаю Короче, я вообще даже к чему? Так вот, не хочу обесценивать свои мечты Но я иногда норился, какие-то натыкаюсь Мне так грустно становится И я думаю о том, типа, какая я тварь Что мечты, ну там, типа, у меня такие мечты, знаете Когда кому-то вот чего-то простого не хватает в жизни Ну не то, что это же какая я тварь Но такое странное чувство Типа, я как будто бы стыжусь того, что хорошо живу И это настолько неправильно Ведь мой дедушка, блин, всю жизнь работал для того, чтобы я хорошо живу Чтобы мой ребенок хорошо жил Я работаю с подросткового возраста, чтобы хорошо жить Ну, короче, понимаете, в чем я говорю? Что нельзя стыдиться того, что ты хорошо живешь Особенно, если ты делаешь все по закону и платишь налоги Ты же работал над этим Трудился, вхладывал в это силы, энергию Шел в свои цели Поэтому никогда не стыдитесь Не стыдись, не сцеживайся Никогда не стыдитесь Никогда не стыдитесь Тут есть что-нибудь, кроме сникерцев? Никогда не стыдитесь Я не могу сказать слово стыдитесь Я постоянно говорю стыдитесь У меня что-то с языком Давай выберем еды какой-то Не стыдитесь Опять Алло, тебя отлично? Конечно, особо жрать-то нечего Я знаешь, что говорю? Что я иногда стыжусь того, что я, типа, хорошо живу Потому что есть люди, которые плохо живут И я говорю о том, что, типа, нельзя стыдиться Ведь мой, там, дедушка, мои родители работали всю жизнь Чтобы я хорошо жила, чтобы мой ребенок хорошо жил Ну, просто Я работаю Не надо кичиться этим Ну, вот Типа Вот я поэтому и не рассказываю никогда про какие-то такие вещи Квартиры, не квартиры Потому что я всегда думаю, что это, типа, просто какие-то понты И, вот, как ты говоришь, кичиться Все правильно ты делаешь Но Почему? С другой стороны Ведь Это же не просто так тоже все Я же говорю Тот человек, кто захочет заработать деньги Он всегда найдет причину, повод Его не нужно вдохновлять А тот, кто не хочет зарабатывать Ну, да Это, Слава, говорит То, что если бы я сказала, что, может, я кого-то вдохновляю Да, это абсолютно Да, не, я согласна, что это все херня Но, с другой стороны, знаешь, я, когда смотрю на всяких там богачей Я думаю, блин, ну, прикольно Я бы тоже хотела поехать всей большой семьей Там на отдых, знаешь, в шикарные отели Это же в какой-то степени тоже мотивация Ну, короче, такая долгая тема Самое главное просто, вот, я считаю, оставаться человеком У всех своя точка зрения Да, и каждый по-разному будет ощущать чей-то успех Кто-то за меня порадуется, а кто-то скажет, что я выпендриваюсь И мне все на голову свалилось Да, большинство так и скажет Ну, да, я вас тоже понимаю А порадуется там один человек из тысячи Вот и все И хотелось бы сказать этому человеку, который порадуется за нас, за нашу семью Спасибо тебе большое Добрый человек Я очень тебе пожелаю того, чтобы у тебя все было супер-пупер Чтобы все твои мечты тоже сбывались А что бы ты здесь взял для Анютки? Уже я тут все пересмотрел, чтобы я Анютки взял Слава бывает, приезжает там с дачи Ну, когда-то там туда-сюда ездит Просто больше для взрослых детей Согласна А вот такие она не очень любит, мягкие А мягкие это пылесборники Да, я согласна То есть не хочется У нее есть много мягких игрушек Короче, ладно, взяли что-то перекусить И хватит А воды мы не хотим побольше взять? Воды? Там есть? А, ну там есть, ладно Вот так Хотела бы сказать, что я очень много общалась с астрологами Я не хочу сказать, что какие-то там успехи в моей жизни Это от общения с астрологами А то, что она мне как-то сказала Она же много с людьми работает разными Смотрела разные карты разных людей И в какой-то степени все равно есть что-то такое Что тебе предначертано судьбой Согласен? Конечно Мы же со Славой тоже как-то обсуждали, что... Страдания, например, кому-то Они тоже предначертано Ну просто... Я просто верю в такие вещи, что что-то уже, знаете, написано сверху Понятно, ты что-то можешь изменить Все равно нужно прилагать усилия Потому что, вот, например, я все равно считаю, что бывает там и астрологи ошибаются И наша астролог тоже говорила о том, что как бы... Она всегда говорит, что астрологи не боги, они могут ошибаться Вот, как бы, не то, что все это нужно А куда там мой кофе? Там я еще не допила Наша астролог, она неправильно как будто бы прочитала Либо это выглядело так в моей карте Ну, как-то непонятно Было такое, что какой-то год она говорила Что-то непонятное типа с деньгами стоит Ну, типа непонятно То есть она не могла сказать то, что там будет туго Или будет вообще бомба Но вот говорила, что, ну, что-то, ну, непонятное стоит Даже было такое, что, по-моему, она говорила, что как будто бы трудно будет с деньгами По-моему, это как раз, может, было в ковид Мы смотрели, да, по-моему, у меня было только 24 года, что ли, я не помню Что-то, короче, такое она говорила, что вот стоит, что, ну, трудно с деньгами И я помню, что мы с ней потом, когда год прошел Я говорю, слушай, не было такого, что прям трудно с деньгами Ну, не сказать, что прям вообще шиковали направо-налево, ну, вообще Но не было такого, знаете, что что-то хочется А понимаешь, что вообще себе никак позволить не можешь Ну, типа были какие-то такие моменты, которые как-то вот, ну, непонятно считывались, что, не знаю Блин, ну, как не верить в такие вещи? Ну, как не верить? Все равно, вот я просто анализирую наши с ней разговоры И когда я ей говорила, вот, типа, я бы хотела вот это, вот в этом году Она говорит, ну, нет, типа, я не вижу, что в этом году у тебя будет на это время, например Я такая, ну, как? А у меня, например, по моим ощущениям вот на тот момент, типа, ну, будет же время, реально А потом реально нет времени Ну, может, это неправильно так говорить, да, можно найти время и так далее, и так далее Но реально вот такие ситуации были, что я понимаю, что куда мне еще вот это, то, что я там себе напридумывала Ты так близко к этим штукам едешь Вот она нам что сказала, что весь этот год у нас будут ремонты Полтора года мы хотим сделать ремонт на даче Не во всей даче, а хотя бы ванну сделать Ну, вы, наверное, помните Сколько было об этом разговоров, сколько было, чего только не было Все никак-никак Я реально благодарна мышам Но Если бы просто мыши засрали Тут еще надо радоваться, что есть деньги на ремонт А не только то, что мыши засрали дом Что если бы просто мыши засрали дом, а нет возможности начать такой серьезный ремонт То, наверное, пришлось бы просто то, на что бы нас хватило, это вызвать компанию, которая бы нашла дырки, их заделать и просто все нахер там отмывать от говна мышиного Вот, наверное, был бы такой, ну, тоже интересный влог Ну, прекращаю же Возвращу Надо было со мной ругаться Трансляцию, может, еще проведем Так, ну-ну-ну что? Мишки! В этот раз я приехала красиво для вас Такой обход делаю, как будто бы тут что-то должно было классно измениться Подожди, а тут уже света нет, ё-моё Открываем жалюзи Сейчас мы эти патроны поставим Сверху Достаточно и открыть окно Реально, когда сюда приезжаю, мне всегда нужно какое-то время Не знаю Ну, правильно, это нормально Нужно план запланировать Ну да, типа прикинуть Прикинуть, с чего начать, с чего продолжить и чем закончить Ну, я думаю, если ты, тебе пофиг, можно все в гараж Сначала сейчас нам... Нет, мне не пофиг, все в гараж нельзя Тут одежда в основном Сейчас мы там все это сделаем Я думаю, сначала нужно, типа, мебель Вот на мебель похер Что будет шкафу Тут вещи Пусть они сначала второй этаж Я бы этого не делал Но ты настаиваешь, что нам не нужно Заморачиваться с мебелью Мебель точно можно Я бы заморочиться Ну, ты любишь, да, я знаю Я вот не люблю Коробки Вообще, в последнюю очередь с ними разбираться Потому что там где-то одежда, которую точно в гараж не надо Даже несмотря на то, что это все перестирается, не перестирается В любом случае Что-то есть, что похер Вообще, можно и в гараж И сырой, и не сырой Пойдем Только дай, я тоже кофе возьму Сначала надо вот это вынести Конечно Я про это и говорю Пусть сначала они там потравят А еще Я сейчас ушла в рилсы Просто хочу Не знаю, мне нравится Нравится Хочу что-то делать прикольненькое такое Что будет приводить ко мне новую аудиторию И вот сейчас тоже, кстати, снимаю рилс Прямо на ваших глазах Я поставила штатив с телефоном И в чем заключается этот рилс Просто снимать, как я шлендеру здесь Потом снимать, как я что-то собираю И знаете, что будет потом? Что-что-что будет? Будет то, что мы смонтируем Я наложу голос Соберем архивные файлы С тем, какой был дом До вот этого беспорядка И получится рилс Вообще, надо снять прикольную проходочку Потому что потом, когда мы сделаем ремонт Будет прикольно посмотреть Как стало Так, ребят Мы, наконец-то, начали заниматься делом Я тут посуду всю заматываю Вот, довольно-таки неплохо продвигаюсь Но все почему? Потому что я решила, что каждый бокал А тут их просто, ну, очень много Я не могу заматывать каждый бокал Во-первых, мне не хватит пленки этой Поэтому я беру, типа, вот такого контейнера Типа такого Туда бокалы ставлю И все тоже между бокалов кладу пакеты Потому что у нас особо больше ничего нет Тряпок, шмяпок всяких И уже так кладу Ну и пленкой тоже сверху как-то осторожно Ну, короче, надеюсь, что не повредится Рабочие уже пришли Что-то там шкурят, мурят Пошли посмотрим Это не бетон Это просто хорошая штукатура Как будто плесень глаз попала Они там шкурили-шкурили Ладно, пойду я дальше Заниматься делом Да, самым сложным, мне кажется, собирать посуду, если честно Самым геморройным А получается у меня что, только вот здесь Вот здесь В принципе, все Ну нет, тут есть по мелочи посуда Ну, такое прям супер хрупкое Все Слава открыл, подал Потому что он оттуда Решил что-то доставать Освобождать подвал В итоге Открыл подвал, достал Минжало дедушкина И ушел Конечно, это хранение так себе Так, ну я довольно-таки Неплохо справляюсь с посудой Пока Господи Мне даже не верится, что когда-то мы здесь закончим ремонт Мы его еще типа не начали Но Типа то, что мы сейчас сделаем Это же понятно, что уже все Назад пути нет Все равно прикольный этап моей жизни Знаете, как Мой блог Это как, не знаю Ну, типа фильм Не знаю, про мужей Как сериал И Типа интересный сезон Мой нелюбимый сезон моей жизни Это 2022 год Это Вообще Самый ужасный Самый ужасный год в моей жизни Я думаю, не только в моей Так, ну что ж, ребят Многое сделано И мы еще тут И будем тут мы еще часа, наверное, два Потому что один рабочий сказал, что я все На этом мои полномочия все И сказал, что я больше не могу Устал, короче Поэтому Остался один И он сейчас еще вызвал подмогу Потому что тут без подмоги никак Я, короче, можно сказать Кухню всю освободила Что-то еще осталось по мелочи Тут все освободило Тут везде были Контейнеры для еды Приборы В принципе, все тоже убрала Оставила немножко, чтобы было Это все на помойку практически И пошлите посмотрим, что там творится в гараже Ах, все еще до хера всего Из окна доставали Кресло Потому что через дверь не проходило Так, вот что в гараже Вот эта стена Это, конечно, просто Короче, они отшкрябали то, где Прям вообще жопа была И видно теперь стало Насколько там жесть Что могу сказать Вот тут стекло И почему-то на стекло решили А, нет, стекло не здесь Тут все в книгах А вот там все в стекле Короче, все стекло, посуда Как бы стоит аккуратно На улице-то еще не темно Но из-за того, что где-то лампочек нет в доме Это уже, конечно, тяжеловато Я не знаю, с чего начинает За что браться Столько всего Даже, несмотря на то, что мы не все освободили в доме Все равно будет чем заняться строителю нашему О, тут стало довольно-таки просторно Вазы, которые тоже надо упаковывать Вот это все надо выносить Портреты Тут особо много чего-то не успели сделать Сегодня 11-е А в понедельник к нам уже рабочие сюда заедут И я не знаю, типа, с чего он начнет Можно бы это занять У нас сегодня газель слетела Мы думали, сегодня многое отвезем к бабушке Как ты думаешь, вообще, он с чего начнет? Просто сдирает где-то что-то? Ну, начнет разбирать, по-моему, куда Ага С этого он начнет, да, скорее всего? Ну, конечно Ну, не это, да, нормально все Ага Да, мне тоже звонил Ага, что говорит? Интересовался, что вы там делаете, не делаете Да делаем, конечно Тут столько всего с ума сойти Многое уже и убрали, и собрали Я вот сегодня весь день кухню собирала Ну, не кухню, а посуду вот это вот все Это бы просто тут охереть Столько сервизов, столько чайных наборов, что... Ну, это да Что? Покровище Да Я заказала большие сумки, вот такие клетчатые Тут таких не вижу Ну, такие огромные прям сумки заказала И Слава их оставил на какой-то из дачи Потому что мы что-то везли к Славе на дачу из Москвы Что-то там оставили Что-то хотели там оставить, привезти Что-то у моей мамы, понятно Все эти сумки доставать, туда засолить Детская, не детская Оставить, привезти на ту, на всю дачу Короче, когда мы здесь все отремонтируем Тут будет так хорошо Как ты сидишь в окошко, смотришь Посмотрите, какой вид Я вот так вот сижу и вижу вот такой вид Смотрите, улет Я вот думаю, что тут? Вот эту бы мою картину тоже как-то обмотать Она уже бедняжка намучилась Это получается сколько ей лет? Это 16, по-моему, год Горбость моя Все равно, конечно, это очень приятно Что я была на обложке журнала Вообще, это круто Тем более, сколько у меня тут Если это 16, то мне 18-19 лет Ну, реально, приятно Понятно, что, может быть Кому-то кажется, это не так сложно Попасть на обложку журнала Ну, знаете, типа, столько звезд там Тиктокеров Но для меня это гордость Реально Чё нет-то? Чё не гордиться-то? Это приятно Всё-таки, это, знаете, конечно Ну да, это повод для гордости, я считаю Вот там прям Я тут как будто бы начала работать над своим внутренним этим Над своими комплексами Что, типа, я какая-то не такая Типа, не классная И вот в последнее время я постоянно думаю о том, какая классная Ну, знаете, как будто бы даже не знаю что Но думаю, реально я классная, я молодец Я тружусь Много кто может про себя так подумать Я молодец, я тружусь Но у меня просто с этим были некие проблемы Я постоянно думала, что я недостаточно делаю Я недостаточно молодец Недостаточно хороша А в последнее время я думаю, что очень даже я хороша Я не знаю, что случилось Вот реально у меня какой-то интересный этап в жизни Блин, может дети так меняют Запишите в комментариях Ну да, интересно Вообще с появлением Ани я как-то Я на подкасте у Андрея Глазунова рассказывала, что у меня всегда был такой комплекс Что меня не могут просто так любить Меня могут любить только за что-то Что я не могу быть просто вот Типа классным человеком Я должна вот что-то делать Или что-то, ну, угождать Или просто быть, не знаю, лучше всех И только тогда я буду заслуживать какую-то Там, не знаю, любовь Не знаю, уважение Но с рождением Ани Дети меняют И у меня есть такое вот чувство Что вот просто я классная Ну, типа, знаете, я... Мне вообще пухер Я, конечно, очень сильно изменилась Мне так кажется И я стала меньше Ну, на это ещё уход дедушки повлиял Но я стала меньше Тратить свою энергию, свои эмоции на ненужные И особенно с появлением Ани тоже Я прям такая стала Не знаю, даже, если честно Не знаю, какое слово правильно подобрать Но, типа, знаете, я не хочу на лишних людей Лишние какие-то моменты и вещи Тратить свои эмоции, свою энергию Потому что я лучше свои эмоции, свою энергию Потрачу на близких мне, родных людей На своего ребёнка Потому что всё равно Как бы семья, дети, брак Наверное, скажем так, да? Всё равно это определённые... Определённая энергия у тебя уходит На это И... Взрослею! Девки, взрослею! Вот оно случилось! Ну, действительно, ты как-то переоцениваешь Многое Вот И у меня просто в жизни так, знаете, случилось Что ушёл очень близкий человек Вообще, я в этом доме постоянно думаю о дедушке Я, в принципе, постоянно думаю о дедушке Но вот уже какой влог Я не могу не говорить про дедушку И мне кажется, это нормальным Потому что здесь всё напоминает мне о нём Но напоминает только о хорошем И я думаю, это самое главное И мне приятно здесь находиться И нормально мне о том Что я говорю о дедушке Здесь И несмотря на то, что я говорю о том Что его больше нет Как бы это тяжело не было Но это, к сожалению, факт И мне до сих пор не верится Вот сейчас, 16 мая, будет два года Как дедушки нет И мне не верится Но То, что у меня ушёл из жизни такой близкий человек Конечно, меня это заставило измениться Очень сильно Ну, просто Не знаю, психологически Ну, ты как бы в любом случае взрослеешь Когда такие события происходят в твоей жизни И по-другому начинаешь относиться к многим вещам И В какой-то степени где-то я стала Менее эмоциональной Ну, в том плане, что Более безразлично к чему-то начала относиться Но Не потому, что я стала чёрствой, знаете А потому, что Ну, мне Не хочется распыляться Ну, я не знаю, как это назвать Короче, может, кто-то понимает, что я имею в виду Это действительно такой тяжёлый этап А потом, получается, рождение ребёнка Счастливый момент, конечно, очень Но он тоже заставляет тебя повзрослеть И Менять своё отношение к жизни Но вообще, мне кажется, я стала более жестокой В смысле, я всё тот же добрый человек Я могу смотреть, как я говорю, там, рилс И это будет что-то грустное Не знаю То, что всегда меня трогало Там, не знаю Что-то про детей, про животных Сложность Ну, то есть, я сопереживаю Я сочувствую Ну, то есть, это не то, что, знаете Я стала холодной какой-то Но я, в принципе, просто реально стала пожёстче, я думаю И мне кажется, что это неплохо Иногда этого не хватает Мне кажется, у меня красный нос, потому что тут прохладно Но я согрелась, пока в куртке стою Иногда нужно быть немножко пожёстче Потому что 20 минут болтаю Я могла бы собирать коробки Но я устала, хочу просто постоять, поболтать Лучше сесть Короче, иногда реально нужно быть пожёстче Иногда хочешь, не хочешь, жизнь заставляет И вот, несмотря на то, что у меня родился ребёнок А я вот чувствую, что я жёстче стала Это ещё было, когда я беременна была Я вам говорила Реально, я недавно пересматривала видео про гендер-пати Который нам испортили И я там вначале, ну, короче, я там где-то говорила, что, ну Да нет, просто, ну, сама ситуация жесть Но я вот просто тогда ещё поняла, что Эта ситуация неприятная Она не в слёзы меня, не в отчаянии А наоборот То есть во мне проснулась хищница Которая такая, типа Вы это вообще, что вздубль? Просто испортить мне такой день Ну, короче И да, раньше я была мягче Уже так темно стало Что я спустила свет Я могу сказать так Мне кажется, я всё собрала Не, ну, окей, не, всё Осталось буквально Немножко чего-то О, боже мой Тяжело ему Успей, успей Нет, нет Мама дорогая Ты проперил это? Я проперил Надеюсь, что там всё окей Осторожно, кто-то Ну, всё Осталось дело, забавно Я думаю, что мы, наверное, на сегодня всё Потому что я вижу, что Слава Прикрыл гараж Я просто не в курсе, что там за дела Но, наверное, уже ушли Те, кто нам сегодня помогали Вытащила сюда кое-что Что-то собрала Ну, короче Из такого прям пипец сложного Остаётся здесь вот этот диван Мы его отдадим соседям Пушок Давай выходи оттуда Пушок Кс-кс-кс Пуся Давай, пошли отсюда Пошли Спускайся давай А то мышка тебя съест Короче, всё Да, мебель кое-какая осталась Ну, холодильник, кухня Это был трэш Много сегодня сделали Скажу честно Я думаю, что на сегодня мы всё Кстати, мы решили забор-то тоже менять Вот так Ворота Ну, посмотрим Трэш Почти 9 20.49 Я хочу сказать, что у меня приятная усталость Но никак язык не поворачивается Да нет, на самом деле Знаете, в чём приятная усталость? В том, что потом мы будем лежать В кайфовом, отремонтированном, чистеньком доме Смотреть фильм И вспоминать, сколько мы проделали дел, трудов, сборов, разборов Для того, чтобы в данный момент, который будет в прошлом, лежать и кайфовать И это будет приятно У тебя есть чувство, что осталось немного? Нет Потом ещё всё, блядь, разбирать обратно? Нет, вообще никакого чувства нет Я вообще как робот Робот, 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 робот Я тебя люблю Мы так хотели, робот Ты какая-то трогательная Блин, ну, знаешь По поводу того, что всё складывать обратно Как будто это всё-таки приятнее Потому что, во-первых Ну, не знаю Ну, я знаю Вот смотри Ты будешь сказать Даже тебе приятно Ну, понятно Да я не вижу смысла складывать всё аккуратно Потому что ты А что, в гараже оставим? Ну как, смотри Мы сделаем классное какое-то хранение для книг Приятно же будет их туда красивенько поставить Отсеять, разобраться Что хорошо, что плохо Понимаешь? Ты видела, как мы это спускали? Ну, мы эти шкафы не будем обратно поднимать У нас там не будет этих шкафов Тогда смысл Чего? Ну, этого гарнитура Если там не будет этих шкафов наверху А что, надо было в окно выкинуть, чтобы он сломался? Что смысл? Может быть, мы его в другой дом отвезём К моим родичам, например В дом есть смысл Просто... С удовольствием Давай лучше к твоим туда отвезём Чем обратно туда Обратно мы не будем ставить шкафы Потому что у нас там будут гардеробные Нам придётся потратить деньги, чтобы установить новую систему Сколько нынче бензина стоит? Да до хрена А где тут эти данные? Где посмотреть? Сейчас ты увидишь, вон, цена за литр Сейчас покажут Так это за дизель Хочется потом, через 10 лет, посмотреть и охерить Вам что, дизель? 95, 97 Мне, пожалуйста, девичкин макнаггетсов Кого? Девичкин макнаггетсов Цена за литр 62,85 Это дизель, дизель Сегодня май, да? 11 мая 24-го года Напомнили Итого 3777 Охренеть! Как круто! Как атмосферно, девочки Как в кино каком-то Да? Такое небо Кстати, в понедельник еще будут готовы чертежи нашего дома Скучаю по тому, как мы жили на даче, помнишь? Да Круто было? Очень офигенно Вообще, это просто реально офигенный момент Период Когда мы жили на даче Ухаживали за огородом За домом Жарили шашлыки Венишко Лежали с того ночью Смотрели фильмы Круто! В общем, ладно Мы приехали во вкусной точке Я с вами прощаюсь Надеюсь, что вам понравился этот влог Люблю, целую, обнимаю Будьте счастливы, здоровы Всем пока!